Почти 2500 человек пробежали марафон по дороге жизни. Его провели в 47-й раз и в этом году посвятили 72-й годовщине полного освобождения Нейнграда от блокады. Марафон уникальный. Он был первым в мире, который проводился именно в зимнее время. Не секрет, что погода бывала разная. Но несмотря на всякие морозы, он никогда не отменялся и всегда проводился в свой срок, последнее воскресенье января. И всего лишь два раза за все время в связи с такими уж очень сильными морозами в районе 30 градусов дистанция 42 километра заменялась на дистанцию 30 километров. Но тем не менее он всегда проводился. Традиционно на марафон приезжают бегуны со всех регионов России и даже из соседних стран. Кто-то вспоминает своих родных погибших во время блокады Ленинграда, а кто-то просто отдает дань памяти героям. Для большинства спортсменов это не первые 42 километра, но все они уверены, этот маршрут особенный. Когда становится очень трудно, представляю себя участников боев за Санкт-Петербург, что вот надо. Самая сложность, вот этот небольшой у нас отрезок обычно в дороге, она не такая хорошая. А все остальное хорошо, прямо до цели, километровые памятные столбы. Смотришь на них и приближаешься к финишу. Чувствую, я бегу когда, я через каждый стоп, который стоит на 42 столба, я обязательно. Сегодня бегу 33 раз подряд. С 1984 года. Бегуны стартовали у мемориала «Разорванное кольцо». Финишная черта была у цветка жизни. Параллельно с марафоном проходили забеги на 21,5 километров. Независимо от дистанции и потраченного времени, каждый участник забега получил медаль. На память о непростых, но преодоленных расстояниях. Продолжение следует...